Как мы говорили, начиная с 12-го числа Агентство по страхованию вкладов будет производить выплаты физическим лицам, которые держали свои деньги в банке Первый Экспресс, в связи с тем, что, соответственно, у банка отозвана лицензия. И вся процедура по ликвидации банка находится полностью под надзором и введением Банка России. Соответственно, на сегодняшний день в банке работает временная администрация. Для нашего агентства за 10 лет работы это 148-й страховой случай, поэтому мы уверены, что выплаты начнутся спокойно, организованно, будут проведены в очень короткие сроки и никаких претензий со стороны вкладчиков мы, соответственно, не получим. Напомню, что страховое возмещение по вкладам у нас составляет 700 тысяч рублей, то есть все суммы, которые находятся у вкладчиков в этом банке, до 700 тысяч, они будут выплачены незамедлительно и полностью. Теперь, собственно говоря, пару слов уже о том, как будет происходить сам процесс выплат. Для него мы специально отобрали банк-агент, мы так всегда делаем, потому что мы считаем правильным сохранить деньги в банковской системе. Если уже один банк ушел с рынка, то, по крайней мере, получая средства в другом банке, который находится поблизости, мы поддерживаем правильный имидж банковской системы. У нас был проведен конкурс, вот ВТБ-24 является его победителем, и на него с завтрашнего дня уже ляжет тяжесть обслуживания клиентов в банк Первый экспресс. Все офисы ВТБ-24, которые расположены в Тульской области, будут обслуживать вкладчиков? Слышно меня? Вкладчиков Первого экспресса? Практически во всех офисах, за исключением двух, рабочий режим с 9 до 20 часов по будним дням и в субботу с 9 до 17. Следующее. Для удобства вкладчиков у нас работает телефон горячей линии. 8 800 100 24 24. Что нужно сделать вкладчикам для того, чтобы получить страховку? Строго говоря, прийти завтра или в любой день, когда им будет удобно после этого, с паспортом. Никаких дополнительных документов, договоров, ничего не нужно. Под выплаты всего будет направлено 4 миллиарда 450 миллионов. Это те средства, которые зарезервированы. Можно не сомневаться, что деньги кончатся или завтра вдруг все выплаты будут приостановлены. Срок для получения страховки не ограничен временем. Он ограничен только желанием вкладчика обратиться за получением страхового возмещения. Банк в целом платил в казну области, в региональный и местный бюджет, около 35 миллионов в год. 35 миллионов это прямые потери. И, соответственно, будут косвенные потери от тех средств юридических и физических лиц, которые на сегодняшний день добывают из оборотов. С Тульским Кремлем ничего не случится, с фондом Тульский Кремль. Он как существовал, так и будет существовать. Но шансов на возврат этих денег, они близки к нулю. То есть 9 миллионов как-то? Ну, не только 9 миллионов Тульского Кремля. Там еще 1,8 миллиарда средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Почти 2 миллиарда средств физических лиц, которые составляют больше, чем 700 тысяч рублей. То есть это вот те деньги, которые... Возвратность которых... Ну, вы понимаете, сейчас очень сложно судить. Будет очень многое зависит от того, как будут сейчас те работы, так сказать, уже ликвидатора банка и по работе с активами. Но первичный, так сказать, вот первичный экспресс-анализ, он показывает, что, скажем так, объем активов или, скажем, залоговая стоимость тех активов, которые были предоставлены под залог кредитов, ну, существенно, в разы, если не в десятки раз, завышена. Люди денег заработать сумели, а вот, к сожалению, сохранить деньги не могут. Поэтому вот Туликам предлагаю выйти, поддержать Тульскую область, купить облигацию. Сам, наверное, тоже куплю лично облигацию Тульской области, которая сейчас будет... Ну, сколько стоит? Рубль в рубль. Она это новое размещение. То есть там номинал облигации 1000 рублей. За 1000 рублей вы платите, дальше купонный доход. Облигация будет размещаться на три года, и будет, соответственно, амортизация. Раз в год будет гаситься часть суммы. Мы тоже, как агентство, станем потерпевшей стороной, уже в ближайшее время выплатив деньги из фонда. Соответственно, мы обязательно постараемся возбудить одно или несколько уголовных дел по ситуации в банке. В рамках уже расследования неуголовных дел, я думаю, мы будем получать ответы на вопросы, в том числе, сможем ли мы предъявить требования и распространить ответственность на акционеров. Мы постараемся это сделать однозначно. Уверяю вас, что мы приложим все усилия для того, чтобы, так сказать, если будет ущерб организациям, в которых принимает участие правительство области, то это чтобы этот ущерб был минимальным. У нас есть для этого все возможные средства. Спасибо. Спасибо.